Даёшь стук во всех уголках мира Вархаммера и там, где его не ждут больше всего. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Да, нас здесь не особо-то ждали скавины, но мы к ним пришли, такие вот наглые и готовы стукать из всех орудий, забирая эти городишки. Всё-таки я пойду потом в горы, я пойду дальше забирать эти территории. По факту-то я сейчас заберу провинцию, ну сюда смысла нет. Чуть владения расширим местные и уже в Нагашизар, ну посмотрим, либо захватывать всё-таки будем... А, тут Лахме, кстати, в списке есть цели, да, у меня? Да, да-да-да, есть. Ну тогда возьмём, возьмём этот город, возьмём его за шкварку прям. Прям за шкварочку такую. Зажарим. Что, вот ты остаёшься? Грингу, тобой мы походили. В Урзагище. У него тяжёлый выбор, по факту сейчас, да. Напасть на Икитушку, напасть на... Другого какого-нибудь персонажа тут их хватает на самом так-то деле. Есть один, есть другой, есть третий. Там где-то на горизонте даже четвёртый маячит. Посмотрим. Ладно, Мастер Смерти. Ну тут армии опасны. Тут армии суровы. А в железной скале, тем не менее, есть у нас гарнизон. Ладно, давайте Икитушку попробуем поймать. Я хотел засаду попытаться встать, но придётся здесь ещё встать в засаду. Ладнушки, ладнушки. Ушёл, ушёл. И сейчас Вурзаг может так-то попасть. Интрига. Ты... Ну, в принципе, здесь пока всё тихо, спокойно. А можешь попреследовать? Он убежит сейчас вновь. Нет? А, нет. И забыла, не бежит. Бери деньги. Регенерацию получает. Довольный такой прям ушёл. Ушёл довольный. Лада расстраивать никто не станет. Плохими отзывами. Так. Ну иди в Талабхайм всё равно. Сейчас тебе особо вектор движения мы какой-то придать не сможем. Здесь пока ждём... Нашего агента. Хоть 70% тут пишет. Ну, брешет нагло. Нагло брешет. Ну, потихонечку будем двигаться через засаду. При этом всё равно у нас уже есть шаман. Даже если спалится армия, ничего страшного. Можно будет воевать без проблем. Так, ты грабишь? Ну, грабишь. Мне как-то наплевать. Сейчас. Мы должны тут просто территории забрать. Влад фон Каштайн тем более начинает нанимать армию. Но нанимает там, где нет стен. Так что это вообще подарок для нас. Это для нас подарочек. Армии закончились. Оленюшка, остаёшься. Спыльчивый. Ну, поближе к Владику давай. А то ему голодно и холодно. Изабелла так-то ушла в отпуск. Хотя, учитывая, что он вампир, ему и так холодно и голодно. На постоянной основе. Так, ты. Ты-ты-ты. Сердце моём. Моргхэм уже, судя по всему, восстановился. Но можем пойти взглянуть. Хотя смысла большого, как мне кажется, нет. Это делать... Давай, ладно. В любом случае, в эту сторону двигайся. Эх, мали, это не зима, а. Где ж нам... Найти всё-таки достойного союзника, который бы нас поддерживал в войнах сейчас. Как-то перспектива... Воевать везде и всюду... Сейчас уже не кажется такой... Завлекательный и привлекательный. Тут много чего интересного нарисовывается. Поэтому нужно стукать так, чтобы разом всех вырубить. Так, это пока что улучшаем. Можно, в принципе, доход от трофеев увеличить. 3% так. С мира по нитке. Какую провинцию это улучшил? Я не помню уже. Ну ладно, давай. Блестяшки пока что. Пока блестяшки. Здесь без необходимости не возводим. А тут у нас обязательно будет урачи-шаман и уникальная постройка. 50 тысяч осталось. Не так много денег. В нашем распоряжении сейчас. Не так много, скажем, как хотелось бы. Хотя... Таки когда их бывает столько, сколько хочется. Таки этим мало кто может похвастаться. И вряд ли кто-либо будет полностью и целиком доволен. Все равно чего-то вдруг окажется, что не хватает. Тут тоже ничего не будем строить. Ситуация может поменяться. У нас, ну, враги везде. Враги всюду. Если еще сейчас, так сказать, основная подлятина проявит свою натуру, так вообще за скрипимые деньги нам понадобятся для найма как минимум еще одной армии. Еще одна армия однозначно в этом случае будет необходима, чтобы стабилизировать ситуацию. Так что, ну, живем так. Нагоронт присылает армию. Высаживает ее под Маленбургом. Скорее всего, пойдет на Грюцинт. Скорее всего, разрушит опять этот бедный несчастный город. О! Айкидушка все-таки попадает в засаду. И одна армия подошла к городу. То есть, тремя стэками он меня уже не зажмет. Можно отдать в Урзагу сейчас на автобус. Такой звук, как будто он бомбу использовал. Но он бомбочку использовать не мог. Хоть это и китушка, но он уже слитушки. Квитушки. Так что ему шишечки. Бомбочку. А вот и Гронти Мингол у нас. Сейчас будет разрушен очередной город. Который не сдается, как гордый варяг. Который будет сражаться, который будет кусаться. Надо было вторую армию поподробнее рассмотреть. Что там у него да как. Потому что здесь есть варианты для свинтусов и троллей. Выскочить и, опять же, перебить самые дорогие такие отряды. Ну, экономически бороться с искусственным интеллектом смысла нет. Но, скажем так, наметим. Якобы представим, что это имеет смысл. И, ну, вдруг это как будто бы играет человек. Все равно, что бы там как ни происходило. Играть против искусственного интеллекта как против человека не всегда интересно. А играть против человека как против искусственного интеллекта, ну, скажем так, не совсем правильно. Тыкс, иди сюда. В вас. Двоих я влепил. Тогда вот так передвинем. Оставляем. Пока что у вас внизу. Сейчас молнии шарахать будет. Неприятно. Так, вы вдвоем остаетесь прикрывать. У него в этот раз абоминаций никаких нет. Никаких сюрпризов подобного рода не должно быть. Но гоблу я все равно оставлю возле ворот. Ну, давайте свинтусы. Не факт, что вы еще сейчас выскочите. Если что, лучше я тучи разведу руками и гоблу попрошусь разойтись. Если бы один стэк нас штурмовал, опять же, ну, вот, можно было бы выигрывать. Можно, да. Я бы сказал, что здесь мы прям зацепились бы однозначно за победу. Ничего такого сверхъестественного скавины не имеют. У них варп-дробилки. Ну, куча варп-дробилок. Да. Огромная куча варп-дробилок, которые они сейчас однозначно будут использовать, пытаясь пробить, наверное, наши стены. Пулеметы не успеют добежать. Я просто к чему? Открыть ворота. Огнеметчики нас сейчас встретят с шквальным огнем и будем выбегать через ворота. Как огнеметы-то хорошо жарят на стене. Я такого за ними не припомню. Прямо очень хорошо зажарили. Одним залпом, учитывая, что мы стоим на стене. Есть определенная защита. Но красиво. Отчасти даже по скавинам скучаю. Порой. Начинает ломать, начинает ломать. Значит, сбегайте сюда. Вы чуть-чуть растянитесь, чтобы вышку активировали именно вы. Перебрасываем отрядик. Только одна ворвдробилка. О. Крысы, собаки. Шли вон. Крысы, собаки. Этим все сказано. Магии нет. Штурма крысов с алибардами. Расстреливайте пока что. Стена пробита. Он ворота даже не пытается ломать. Ну что-то такое скучное. Так и даже не предпринял попытки. Разгромить. Если честно, я сейчас сомневаюсь, что у нас получится кого-то уничтожить. Ну, там только огнеметчиков, если вдруг. Ручники так реденько-реденько стреляют. У нас сейчас. Ух ты, еще одна стена рука. Все-таки здесь ты тоже взялся за это дело, да? Колдун-мастер, ну... Плевать на него. И призвал он грамотно сейчас. У, наши что, попадали? А, они, наверное, спустились, перебежали там. Чтобы комфортнее себя чувствовать. По мелочи, может, кого-то все-таки удастся сейчас уничтожить. Те же с виндусы, вперед. Пулеметчики. То ли на тапок, то ли не на тапок. То ли тапок, то ли не тапок. Алибарды стоят просто, караулят. Абоминация вон как раз идет. Хотели абоминацию, получайте абоминацию. Заходим, заходим. Проходим абоминацию. Не обращаем внимания на все остальное. Лучники, сосредоточьтесь. Как? И тут из-за угла прям еще одни свинтусы. И пулеметчиков безнаказанно, конечно, свинтуса не накажут. Давай сюда, подходи, 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 подходи. Ой, свинтусы, ладно. Займитесь бегущими ночью. Под караульки где-нибудь там. Ну, нас... Я бы сказал бы, вообще все отвратительно. Ситуация такая, что... Если пару отрядов хоть засчитают уничтоженными, то на этом спасибо. Два отряда гоблы могут уничтожить, абоминацию. Главное просто, чтобы чуть-чуть продержались наши. Но это вряд ли случится. У меня такое ощущение, что все-таки раньше побежим, хотя... Тут осталось-то совсем чуть-чуть, осталось совсем немножко покоцать. И будет... Нам, ну, маленькое счастье. Наше маленькое счастье. Убегай. Убегайте, убегайте, убегайте сейчас. Олег хочет сражаться, убегайте. Мы сейчас сосредоточимся исключительно на этой цели. Везучая абоминация. Насколько сейчас регенерация будет ее спасать. Потому что сейчас стрелы, конечно, заходят в здоровую абоминацию. Большая часть он. Тут не столько экономически мы ударим по врагу, уничтожив абоминацию. Сколько... О, да, уничтожили абоминацию великолепта. Сколько, вполне возможно, заставим его нанимать искусный интеллект. Вновь этот самый отряд. А это время. И это значит, стэк, ну, может выключиться на определенное количество ходов. В общем, вот. Я надеюсь, как-то так. Хотя бы мы сейчас задержали его. Потому что стэк, который атаковал, в итоге, ну, ничего не потерял. Еще ни разу. И абоминация это единственный наш приз. Сектор приз. Грунти Мингл забрали. Хотя по силе они просели. Все равно они слабее нас считаются. Вон, Скавины убегают дальше. Второй отряд, наверное, отправим на перехват. Потому что после захвата одного города вампиров придется все-таки возвращаться к Маринбургу. И что-то решать с Маликитом. Ну, как минимум, дать ему такого отцовского подзатыльника, Лехана. Чтоб не выпендривался. Сила ветров магии. Вот в Урзагу это полезно. А скорость исследования, ну, уже познава. За зеленокожих даже с обновленной веткой, технологией, с этими умными мыслями, разбираемся достаточно быстро. Что в компании Вихря, что в компании Смертных Империй. Нарнау осаждаешь. А кто осаждает? Если осаждает главный их, то еще ладно. Ну, все равно, хотя отряд уже тут. Не, Болтых. Болтых. Шишкован, вот. Бонусы просвечиваются, но... Сами отряды скрыты. Ладно. Поселение потеряно, поселение в осаде. Союз против нас, но там фигня. А кто их позвал? Просто ради интереса. Клан Морс. Любопытно. Клан Морсик нас боится, кака? Боится. Значит, уважает. К сожалению, потери тут и будешь нести. Но Марати нужно ловить. Марати тебе надо ловить. На ускорение она может сюда подбежать. Но основную армию Коцать не хочу выставлять. А посмешивающий тебя ракник. Сейчас мы переберемся на свои земли. Быстренько восстановим потери и потом, если что, будешь грабить. Гринго. Забирай город. Восстанавливай провинцию. Восстанавливай провинцию. На тебе ответственная миссия. Ты обязан ушатать скавенов и захватить Нагашизар. Боевое опыт, давай толстую шкуру. А то железная шкура без толстой шкуры. Еще учитывая, за сколько мы приобрели эту железную шкуру. Ну как-то нехорошо получится. Так, а чем вот и мы потом заземление лишь возьмем. Ворзак. Ворзак, ворзак, ворзагище. Безумные пляски. Безумные пляски. Кавалерия. Ладно, давай сейчас тебе мы возьмем все-таки удар башкой. Восемь, да. Здесь у меня сколько? Так, еще два раза. Ну в любом случае возьмем башковзрыв, наверное. Потом Маш, Вакха и проводничка. Ну, вкачали тут кучу ему ненужных навыков. Вообще ни к чему. Уже бы он у нас как маг был прям такой качественный. Ну, искусственный телек любит. Нечто такое провернуть. Когда под его руководством армия легендарного лота. Мастер смерти Сникч ничего не сделает. В итоге к бою не присоединится. Но Хадар скорее всего сбежит. Вопрос, куда он отступит. Если он отступит в сторону Мастера смерти, это плохо. А если... Ага, ты еще считаешь, что это как подкрепление что ли? Серьезно, да? То есть здесь нам обещают баталити, фаталити. Когда скавинов так много, это неприятно. Они же будут возвращаться. Они же будут... Будут подлость сделать, мерзость. Ладно. Гарнизон поселения. Самые неприятные противники, когда вот огромные армии, это скавины. Самые, на мой взгляд, приятные в этом плане соперники. Это царь-гробниц. На втором месте может быть вампиры. Они не бегут, и порой это хорошо. Хотя тут еще тоже порой ситуация. Ну да, вурзак, пусть лично. Хотя можно ваг отдать. Но ваг однозначно будет подходить с нашей стороны. С другой стороны, тут есть винтусы. Которые нам очень сильно пригодятся, чтобы перехватывать его артиллерию. Артиллерия есть и у Мастера Смерти. Но абоминации тут нет ни у кого. И здесь есть артиллерия. Здесь есть снайперы. Здесь есть пулеметы. Здесь минометы. Ладно, оставим. Давай-ка, погнали. Я просто вот полон сомнений и терзаний. Оставить ли ваг под слив искусственного интеллекта. Или я все равно под слив отправлю ваг лично. Но вот с какой стороны подойдет подкрепление. Он подойдет с тыла, скорее всего. Подкрепление Мастера Смерти подойдет справа. Да, 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 да. Так оно и есть. В принципе, сейчас более-менее в этом плане работает хорошо. Может быть, стоило взять подкрепление, чтобы артиллерию выключить. Но подход этой армии, я очень сильно надеюсь, спровоцирует его артиллерию крутиться, вертеться на месте. И в итоге я буду в выигрыше. Так, а мой ваг подходит со спины. И это не ваг. Не вай как ваг, а? И вай, и вай, и вак. Вай, и вай, и вай. Нет, это не такой ваг. Давай, все-таки кавалерия на холме. Бурзак поближе. Ты поведешь армию. А великаны на флангах. Хотя можно паука тоже на фланг. Если его окружат, его способность поможет здесь. Ну и все остальное армию на двоечку. В общем, самое главное, чтобы сейчас артиллерия не дотягивалась до нас. Наверное, чуть-чуть еще назад поставим. Армия-то тут. Есть подозрение, как говорится. Можем тебя еще убрать. И погнали. И погнали, и погнали. Вот, да. Его артиллерия начинает крутиться, вертеться. А выбора у нас сейчас особого не будет. Ведем наших в бой. Ваг по мере подступления. Именно так. Они подступляют. Ну ты подбегай. Ну, вурзагище. Ну, от тебя сейчас очень многое зависит, дружище. Ты ж пойми. Тут офигеть. Что за пьянка сейчас? Ну. Тут же такая пьянка хорошая. Сейчас мы вакууход дадим еще приказы. Вроде бы все зашли. Бегом сюда. Так, гобла стрелки сюда. Вы, наверное, вот сюда, дружище. Мой многоуважаемый. Станцуй на их хребтах, великий маг. Так, великолепно. Можем сейчас... Хотя давай, наверное, в эту сторону. Так, будет симпатичнее. Давай-давай-давай-давай, паучок, не стесняйся. Если ты подошел первый, ну... Делай вещи первый. А вы, друзья мои, подходите ближе. С винтусов сейчас не хочется терять. Нараженых отправлять. Все, ждем. Вперед! Отставить. Передвижение, огонь. Огонь, огонь, огонь! Не хочешь? О, вот здесь стопнет. Танцуем! На его хребте. Отлично. В целом... Сейчас наши здесь пока что рулят. А я... Все-таки парочку отправлю сюда. Хулемет в хребет пока стреляет. У нас есть возможность очень хорошо себя проявить. Давай-давай-давай-давай, дружище. Ты мне очень нужен здесь. Там сейчас жесть что-то творится. Без тебя никак. Без тебя, без тебя, дружище. Вак. Там нас просто закидывают. Сейчас опять можем потерять очень важные отряды. Ну... Для нашего... Друга важного. Ну, как бы это профиль не... Некрасивый. Так, отлично. Тролли здесь с пулеметами решили заняться. Давай-давай-давай. Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Темпу-темпу-темпу-темпу. Вперед. Ох, как офигеть какая толпа здесь. Прости меня, мой друг. Сердечный. Все-таки, вак, я в ход слив не отправляю. Надо было... Ну, просто физически не успели не добежать. Чтоб хоть как-то там... Намек был в подслив. Надо было брать под контроль гарнизонную армию. Давай тебе сразу сюда приказ. Те сюда. Все. Отлично. Паучок. Ой, ножка. Ножка, ножка, ножка. Вот до таких размеров ты должен расти. Не бухал бы, рост бы до такого. Понял меня? Твой топот сейчас вообще и... Не котируется по сравнению с его ножкой. Вот на такую ножку хрустальную туфельку точно б никто б не нашел. Так, вперед. Свинтусы, красавцы. Разрываем танцпол. В итоге, наверное, вас сейчас можем потерять. Так, забейте на них. Э-э-э-э. Не борзейте так, а? Вообще борзота. Еще и артиллерию смеют пытаться вновь использовать. Сейчас есть еще мы никого и не сольем в этом бою. Ох, это будет замечательно. Мастер смерти с них. Ча, ну-ка, вызови его на дверь. Топот. Ну, можно вот сюда стопнуть. Так. Чтоб он на себе прочувствовал, как топать надо. Это он так... Жалеет, гладит практически этих скавенов жалких. Практически что гладит. Все великолепно, скавены бегут. Мастер смерти с них. Догоняй его. Под слив вот этот отряд, скорее всего, он слив. Вот этот отряд все-таки выживет, я думаю. Ну так, предварительно. Все, преследовать. Возьми армию с гарнизона. Ну и было бы... Меньше потерь. Мы смогли бы зацепить эту группу, где больше всего бойцов потеряли. Все-таки он отправил маленькую группу скавена встречать. Подкрепление из города. Искусственный интеллект целиком и полностью сосредоточился на этих нескольких отрядах. Типа, пока я с ними не закончу, я тебе помогать не буду. Ну ладно. Героическую победу в любом случае нам засчитывают. Один отряд, ну, будет жалко, конечно. Хотя в любом случае, наверное, в Урзагу сейчас рано куда-либо нападать. Можно попытаться 8 пиков карака взять. Но оттуда вылазят скавены и вылазят. Нет, нет, нет. А я отлично. Я бы сказал, что даже великолепно. Не засчитали этот отряд. И одного бы потерял. И все, и нет. Но он красавец сейчас. Сейчас сделал все правильно. А в город при этом не захожу. Чтобы мне не оборвали восстановление потерь. Эти мелкие подлюки могут просто так взять напасть. Своим маленьким стеком. И вроде бы мы ничего не почувствуем. Мы их потом уничтожим. Но восстановление потерь мне сломают. Эх, в итоге будет неприятно. Муга. Бегом. Сюда. Здесь еще скавены стек бегает. Придется тебе им заниматься. Жок-жок. Этот стек. Но этот стек может прийти на помощь. Они могут постукать, попытаться, ну, скажем так, с натяжкой. В три стекан. Но у нас здесь вурзак. Ой, вурзак. Жок-жок с полным вакхом. Еще тролли. Так что этого бояться не стоит. У него... Ну, три стека, по факту. Здесь два, и это третий. Куча гоблы. Но гобла модет. Сейчас. Это не гром, но все равно гобла модет. Тебе горд отдадут? Нет, не дадут. Ему просто так захватить город. Придется лично штурмовать. Ой, ладно, хорошо. Уговорил. Мне этот город очень нужен. Мне нужно занимать этот город. И... Ну, что поделаешь. Захватывать нужно. Потом уже Маликитом будем заниматься. Посмотрим, что он сделает. Если он начнет Маренбург осаждать. Вот ему низкий поклон за этим Маликит будет. Осаждая Маренбург, мы без проблем отобьем там твой стек любой. Вот. И нам будет легче. Намного, намного легче. Тут предлагаю штурмовать этот участок. Хоть ВАК подходит ближе к левому краю. Лучше бы вышки... И намечать атаку здесь. Тут проще будет штурмовать. Тут чуточку проще будет штурмовать. А свиней будем прятать в лесу. Прячем свиней. Прячьте своих свиней. Разорители идут. О, великолеп. Одну вышечку сейчас разрушим. Хотя с этой стороны мы можем ее захватить. Может быть даже эту вышку будем сейчас ломать. Посмотрим. В любом случае, оглок, шаман. Вы здесь. Все, кроме артиллерии, выдвигаемся вперед. Ну и вас вдруг, чтобы потом он не мучится. Погнали. Уничтожить вышку. Вы сразу на стену. Ты попытайся вокруг себя собрать толпу. А ну-ка. У тебя это должно получиться. Бегом ваг. Тут вышки в итоге по факту так-то и не активированы. Собирай, собирай вокруг себя всех. Смотрите, убегает. Серьезно. Вперед. И по вам будет очень больно бить. Ты меня за это ваг прости. Хотя, смотрите, заклинание хорошо по ним ударило. Прям очень хорошо. Сейчас, может быть, еще зарядим. Ты только взлетай. Взлетай, взлетай. Надеюсь, крыло в этот раз не поломанное. Все, великолепно. Куча летунов. Ну-ка, давай сюда. Поближе. Если получится, то летунов сагрим на полководца. Мне как раз пригодятся вышки. Поближе. Вышку эту должны уничтожить уже быстро. Огонь. Красавцы. На шамана, кстати, они накинулись. Шаману было неприятно. Ой-ой-ой-ой. Цепляй. Зацепи их, пожалуйста, братан. Нет. Этих не зацепит точно. Не зацепит точно. Придется работать тем, что есть. Опять лестницы не поставил. Опять он приказ висит и все, что хочет залезть. Не, ну желание от этого хорошее дело. Нужно ж все-таки лезть. Серьезно, дружище, ну... Это не смешно. Мы же рассчитывали, что ты хоть зацепишь кого-нибудь. Приказ отдан был отдан. Ясный, четкий, понятный. Лаконичный. Просто поставь лестницей, залезь. А дальше стукай. Че позже? Я вас даже не трогал. Честное слово. И не хотел. Вы отбежали некрасиво. Так, Свинтуса, накажите. Варгейстиков, которые еще преследуют наших лучших. Распадайся, нежить. Удивительно, что они еще и не могут... захватить здесь. Контроль над вышечкой-то, а? Вы такие большие, злые. А вышечка вам так и не принадлежит. Иди, помоги. Полководец все-таки баланс в плане захвата. Сильно. В нашу сторону перетянет. Да, и способность можно закинуть. Усилий черных орков. Съесть пару трупов. Ну, и верно, не брезгует. На этом спаси. Говорит. Стражи-могил. Подтягиваемся. Вот раньше залезли бы, тут сражались. А сейчас... Не знали себя куда деть. Артиллерия. Ну, а эти за домами спрятались. Ну, попробую здесь подползти. Вряд ли дотянешься. Ай, у тебя нет общего сейчас. Ну, и ладно, тогда взрывай просто их мозги. Хотя, какие мозги у этих турбаков, ну, взрывай. Ага. Обожаю такой расклад. Это просто кто-то слишком много ест. Ворота... 66, ну, ломаются, ломаются. Хотя бы так, ладно. Над воротами не дают кинуть. Давай сюда. Без разницы, голубой можно покоться чуть-чуть. А для этой нежити это практически смертельно. Во, ворота уничтожены. Великолепно. Ворота уничтожены. Заводим вас. Хотя можно сделать... Пусть лечат. Это их не спасет в любом случае. Руководит, занимайся. Раз. Вот и распад пошел. Великолепно. Тут тогда даже без разбора проблем с винтусов. Хотел с копьями, чтобы обошлись с двух сторон по два отряда. Ударили один. Развалили, потом пошли на площадь. Второй развалили. Но второй не хочет как раз разваливаться. К нему хотя бы нужно подойти. Мы-то не против сдаться. Ну, вы к нам хотя бы подойдите. Для галочки. Так-то... Нас не поймут свои, говорит. Если мы сдадимся просто так. В общем, город забрали. Вот автобой бы хотя бы чуть-чуть больше поверил бы. Я не против, что он там покоцал бы. Главное, чтобы никого не слил из основной армии. Там, насколько потери большие были бы. Тоже не столь важно. Здесь Влад не обладает... Такой силой. Хотя вампиры это та армия, которая может вырасти моментально. Просто из-под земли, в буквальном смысле этого слова. Но здесь крупных сражений не было. Так что у него запасов не наблюдается. Я как-то за Влада проходил, да? Специально не лечил своих. Играл бомжами. Чтобы они теряли как можно больше народу. Как можно больше с моей стороны. Со стороны врага. Потому что то, что ты вылечил, зачет потерь не идет. Соответственно, как знаменательное сражение с большими потерями. На карте сражения не будет отмечено. И все. И моментально ты в этом регионе никого уже не наймишь. Механика интересная. Ее нужно использовать. Далеко не все, на самом деле, к моему удивлению, ее понимают. Не все ее знают, как использовать. Комментарии к старым видео еще с вопросами подобными возникают. Так, хитрюга, гнилопус. Иди пока что. Хотя... Давай, наверное, ты иди сюда. Здесь мы можем еще одного нанять. Крепкая. Давай вот, дальность перемещения. Многошизарка, как раз, там нужна дальность перемещения. Блокаду. И вот он уже пойдет здесь расследовать, разведывать. Ты в гора. Ну, чтобы не нарваться на сюрприз, мы действуем в тылу врага. И не хочется терять Грингу. Нанимать более-менее знатный стэк в этих землях мы будем долго. Это будет в любом случае неприятным. Ну что, ждем прихода Марати в очередной раз. На сегодня все, друзья мои. С вами был Вера. Всем добра. Постукаем, достукаем. Нагашизар захватим. Всем добра. Пока-пока.